МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сенатор от Смоленской области Сергей Леонов провел встречу с молодежью Десногорска. Надеюсь, что наша беседа о том, как молодой человек может пройти путь в настоящую науку, она была им полезной, и они последуют моему совету. Память заставляет биться сердца. Урок мужества в Десногорском историко-криеведческом музее. Война – это очень плохо. Упаси Господь. Но в то же время мы должны быть готовы защищать государство, родину, семью, нашу землю. Временно приостановить работу образовательных учреждений Атомграда предписано постановлением главного государственного санитарного врача по Десногорску. Школы и детские сады закрыты на карантин с 7 по 14 февраля 2020 года. Занятия также прекращаются и в учреждениях дополнительного образования. Ограничительные меры обусловлены превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе. Ранее с рекомендацией о введении карантина также выступили и в региональном управлении Роспотребнадзора. 5 февраля в администрации Десногорска состоялось награждение участников благотворительной выставки-ярмарки «От сердца к сердцу». Атомград вносит свой вклад в общее дело уже второй год подряд, результаты чего становятся заметны и на региональном уровне. Подробности далее. Благотворительная выставка-ярмарка «От сердца к сердцу» ежегодно проходит в стенах областного парламента. Здесь можно приобрести уникальные игрушки, сделанные руками юных смолян. Идейным вдохновителем этого уже традиционного мероприятия стал председатель Смоленской областной думы, секретарь Смоленского отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов. Результат этого – это взаимодействие наших детей, которое направлено в первую очередь не на отторжение особенных детей, каковыми являются дети Ангелы, а на милосердие, на понимание. Предновогодняя выставка-продажа прошлого года собрала более трех тысяч поделок. Вырученные средства направили на поддержку особенных детей из общественной организации «Дети Ангелы Смоленск». Свой вклад внес и Атомград, а три работы юных десногорцев были отмечены председателем Смоленской областной думы. Три тысячи поделок, три наших работы, работы наших детишек, их учителей, воспитателей были отмечены специальными призами. Каролина Канделян из детского сада «Чебурашка», Роман Церковный, девятиклассник из второй школы Десногорска и Андрей Агашкин, ученик третьей школы, получили дипломы второй степени. Они в числе сорока победителей, детей Смоленщины, которые удостоились награды. Но огромная работа была проделана и преподавательским составом. Благодаря им Десногорск смог отправить на ярмарку работ больше, чем любой другой муниципалитет области. 105 поделок. Благодарственные письма от Смоленской областной думы были вручены более чем 60 воспитателям и преподавателям образовательных учреждений Десногорска. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ Совместно с депутатом Десногорского городского совета Андреем Олейниковым, сенатор от Смоленской области Сергей Леонов, провел встречу с молодежью Десногорска. Познавательное для обеих сторон мероприятие было приурочено ко Дню Российской науки, который отмечается 8 февраля. Они свободно рассуждают над темой истории, политики и других наук. Сиюминутным подростковым удовольствием они предпочли прилежную учебу и далеко идущие планы на жизнь. Умники и умницы Десногорска, победители и призеры конкурсов и олимпиад, в третьей школе от Тамграда встретились с сенатором от Смоленской области Сергеем Леоновым. Самое главное, что движет человеком, это к получению новых знаний, это интерес. Соответственно, у кого он есть, тот этим занимается. «Одаренные дети будущей России» – тема встречи Ёмко отражает один из современных трендов страны. В век цивровизации подмены понятий и ценностей, ценность интеллекта остается незыблемой. Стране нужна интеллектуальная элита, тем более, что все возможности для ее воспитания сейчас есть. Сейчас огромные возможности в стране заниматься наукой. То, что вы сказали вначале, что у нас там проблемы с базой научной и так далее. Проблемы с базой научной тогда, когда ты хочешь найти оправдание тому, что ты не можешь сделать. Сенатор Сергей Леонов является собой пример энергии, вдохновения и новаторства. 36 годам политик может похвастаться ученой степенью, 140 научными работами, 34 патентами на изобретение. А главным посылом встречи стало то, что интеллектуальное развитие обеспечит уникальную личную конкурентноспособность. Надеюсь, что наша беседа о том, как молодой человек может пройти путь в настоящую науку, она была им полезной. И они последуют моему совету. И когда поступят в высшие учебные заведения, обязательно займутся, по крайней мере, ориентировочно сначала такой небольшой наукой. Будут работы в студенческих научных обществах. И я надеюсь, кто-то из них станет ученым. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. 6 февраля в преддверии годовщины вывода войск из Афганистана в Десногорском историко-краеведческом музее прошел урок мужества. Участниками его стали воины-интернационалисты. Те, кто смог пройти долгий выматывающий путь, известный как Афганская война. События, которые навсегда останутся в памяти и в истории. К ним, без сомнения, относится война в Афганистане. Оказание военной помощи во внутреннем конфликте далекой и неизвестной страны стоило жизни 15 тысяч советских солдат. Это прискорбные результаты 9-летнего противостояния и итоги принятых когда-то решений, о которых нельзя забывать. Война – это очень плохо. Упаси Господь. Но в то же время мы должны быть готовы защищать государство, родину, семью, нашу землю, Россию. Почему? Потому что кто из них? Полковник запаса – участник Афганской войны Александр Ружин. Некогда был в составе 1-го батальона 682-го мотострелкового полка. Ветеран радеет за сохранение хроники тех событий, за судьбы тех, кто смог вернуться, и за память о павших в чужой стране. В противостоянии уже в мирное время Александр Ружин смог выйти победителем. По его инициативе с 2007 года было снято 8 фильмов об истории афганских событий, о его родном батальоне. Удалось найти своих боевых товарищей, один из которых – житель Десногорска Валерий Конюхов, сержант запаса, заместитель командира гранатометного взвода 1-го гвардейского мотострелкового батальона. Он из личной охраны комбата. На его глазах погиб комбат, солдат, офицеры. То, что он живой остался, это не чудо, это умение. Участникам «Урока мужества» также был показан фильм о родном для мужчин батальоне, о военной операции, результатом которой стала засада и битва с врагом. А еще этот фильм о духе патриотизма. Духе, который даже в мирное время становится все сильнее. Это была своеобразная война, и поэтому я считаю, что это очень важно. Если вам очень понравилось, мы это очень-очень рады. Но если вы не восприняли, потом когда не поймете, честное слово. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах, в социальных сетях – Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Виталий Волков. Увидимся!